Направо пойдешь на выставку Галины Маслова попадешь, налево пойдешь картину Татьяны Гальцевой увидишь. Зачин русской народной сказки открывает вернисаж двух русских художниц, живущих в Бельгии. Это далеко не первое русское культурное вторжение в Сент-Йозеф-Капель. Уютный концертно-выставочный комплекс в самом центре Брасхата, престижного пригорода Антверпена, сравнимого с московской Рублевкой. Его уходящие ввысь с воды, бывшие часовни, позволяют увидеть тонкую игру света на картинах Галины Маслова. В 2011 году выпускница Московской художественной академии брала уроки акварели у знаменитой фламандской художницы и педагога Жанин Вандруме. В Бельгии художница продолжила свое профессиональное обучение в Академии художеств Брасхата. Здесь она освоила фламандскую традицию работы с маслом. Галина Маслова известна в русской диаспоре и культурном условии Фландрии как один из основателей русского терратора Антерприза, который возглавляла пять его лучших лет. Два-три года назад я оказалась в этом зале на концерте «Изборши». Был прекрасный концерт, и я посмотрела прекрасные люди и почему-то голые стены. Я подумала, почему бы не совместить приятные еще с более приятным. И год назад я специально заказала под это время, когда Иси выступает здесь Пётр. То есть в следующий выходной он будет здесь выступать. И соберется много любителей русской культуры. И я думаю, что они еще более, и будет еще интереснее увидеть нашу русскую культуру и с песнями, и с картинами. И составить более полное впечатление о нашей русской культуре, и чтобы они могли насладиться и пением Петра, и нашим искусством. Горит, горит моя звезда, звезда любви, приветная. Горит, горит моя звезда, звезда любви, приветная. Горит, горит моя звезда любви, приветная. Татьяна Гальцева предложила зрителям отпустить свои мысли и поплыть по свободным ассоциациям снизу вверх своей четырехъярусной композиции «Катарсис» под музыку Арва Пярта, эстонского композитора, которого музыковеды относят к сакральному минимализму. Каждый человек проходит через свой собственный катарсис. «Катарсис» в переводе с греческого – это очищение души посредством чего-либо. Это может быть искусство, это может быть театр, это может быть какие-то другие вещи. Но человек, каждый проходит через этот катарсис. В какой форме, каким образом ему дана эта жизнь, чтобы пройти от начала до конца свое очищение, своей души. Художница закончила Академию художеств Берхема как керамист. Много лет работала в одном из лучших антверпенских музеев – Ванденберга. Сегодня антиклопедические знания молодая женщины работают в библиотеке. И каждый день рисует свои удивительные, выносящие в духовные сферы картины.